Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 19 октября. Традиционно начинаем обзор этой недели с валютных пар евро-доллар и фунт-доллар, которые подают противоречивые сигналы. Если евро прошел ключевые уровни и митит вниз, то фунт, судя по всему, свой потенциал вверх еще не исчерпал, в то же время появился слабый сигнал по иене, который, кажется, закончил свою фазу коррекции и начинает разворачиваться вверх. Итак, евро прервал полосу роста и снизился по итогам первых торговых сессий прошлой недели, достигнув уровня 1.18.17, где встретил сильное сопротивление. Пара начала снижаться. По итогу была преодолена не только поддержка на 1.17.88, но и преодолена разворотная точка на 1.17.35. ниже которой, судя по всему, цена пытается закрепиться. Таким образом, ожидаемый сценарий прошлого обзора не был исполнен, цена оказалась ниже разворотного уровня, что дает основание для пересмотра сценария на продолжение нисходящего движения. На актуальном графике сейчас пара торгуется немного выше уровня 1.17.35, который, очевидно, выступает сопротивлением, но выше уровня 1.16.98, довольно уверенно остановивший дальнейшее снижение. Это может привести к локальной коррекции в область ключевого уровня на 1.17.88, где ожидается серьезное сопротивление. Последующий отбой от этого уровня нацелит пару к новым локальным минимумам в область между 1.16.61 и 1.16.20. В свою очередь, рост в область выше разворотного уровня на 1.18.17 даст сигнал на отмену текущего сценария. Ну а ситуация с британским фунтом несколько осложнилась. Пара ушла в широкий боковик и целевые уровни пока не достигла, оставшись в прежнем диапазоне. Попытка снижения также не удалась. Уровень 1.29.14, где ожидалась поддержка, довольно уверенно сдерживает напор со стороны продавцов, каждый раз отбивая атаку, что приводит к последующему отскоку и попытке роста. Тем не менее, ориентир на восходящее движение остается, и их достижение может быть вопросом времени, хотя уверенность в этом заметно снижается. И все же прежний сценарий остается актуальным, а при успешном закреплении нынешних своих позиций, пара определенно имеет шансы развить хороший восходящий импульс к новым локальным вершинам. Ну и вот на актуальном графике сейчас основным сигналом к развитию восходящего импульса станет закрепление выше текущего уровня поддержки на 1.29.14. На пути цены расположен также уровень 1.2994, который также может сработать в качестве промежуточного сопротивления, что может привести к локальному ретесту уровня 1.299.14. Последующий отбой от него нацелит пару на новые локальные максимумы с целью в районе 1.31.70 и потенциальным проходом до 1.32.68. Отмена текущего сценария состоится при снижении и закреплении ниже разворотного уровня на 1.27.88. А вот японская иена подтвердила прошлые подозрения на снижение. Пара продолжила нисходящее движение, достигнув первую целевую отметку на уровне 105.06, хоть и без ретеста сопротивления на 105.73. Вторая дальняя цель на 104.39 не была достигнута, поскольку по достижению уровня на 105.06 цена совершила отскок и начала восстанавливаться. Текущий рост довольно неуверенный и неустойчивый, поэтому требует дополнительного подтверждения. Тем не менее, предварительно нисходящая коррекция в паре могла уже закончиться и есть основания для начала новой фазы роста в рамках стренда старшего порядка. А на актуальном графике, вероятно для приобретения уверенности в росте, паре необходимо закрепиться в текущей области, что не исключает возможности ретеста текущей поддержки на 105.06, который состоится, если цена вновь уйдет ниже уровня на 105.39. Подтверждением намерения на рост станет последующий отскок от поддержки с формированием сильного восходящего импульса, цели которого могут лежать в районе 105.99 и потенциальным проходом до 106.40. В свою очередь, отмена сценария состоится при снижении в область ниже разворотного уровня на 104.87. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.